Девушки отдыхают Сейчас мы немножко узнали о прошлом Агата Закончили в общем-то довольно печальных событиях Но тем не менее нам нужно продолжать идти по сюжету Ну давайте сделаем это Слушаю, вот он дом Агата Прям совсем рядом с домом старейшины Насколько я могу понимать И да, на самом деле раньше дом был закрыт Попасть мы туда не могли Но теперь мы туда попасть можем Здравствуй, Тита Как Агат? Он все еще спит Но по лицу он выглядит явно лучше Так что я думаю, что вскоре он поправится И особенно если будет много отдыхать Понятно Так значит это до дома Агата, да? Довольно маленький Но очень теплый и уютный Он такой Любящий как будто Скорее всего здесь он жил в свое время с сестрой Эй Эта фотография Похоже это фотография Когда Агат был еще ребенком Значит что это девочка должна быть Да, я думаю это Миша Хм Какой милый маленький ребенок Она и Агат Похоже довольно близки были Хе Я так думаю, да Агата и Миша В конце концов Выглядят очень счастливыми Да Это так Агат То похоже На этой фотографии Где-то 14 Поэтому Миша Наверное должно быть Сколько? 12? И знаете У Агата такое лицо Как будто он Нано прям кричит Что я Самый Большой задира в мире Хе 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 Думаю он был довольно Интересным ребенком Впрочем Почему Агат Ничего не говорил Своей сестре? Он говорил Не так как будто Она все еще жива Да, но Так если подумать Агат Ты никогда не говорил Что Миша жива Он говорил Что он возвращается Чтоб навестить И я думаю Что он имел ввиду Визиты к ее могиле Ну если так подумать То ты права Да Впрочем Мне кажется Ему стоило Дать нам знать Что Мы немножко неправильно Это понимаем Почему он не подправил нас? Я не знаю Агат сказал однажды Что когда работа Когда работа будет поменьше Он представит нас всех Мне кажется Что он как раз Собирался рассказать Об этом Ну что же Верно Думаю так и есть Что же В любом случае Мы можем Считать об этом позже На Тита Но нужно вернуться Обратно в Боллс И отправиться В гильдию Поэтому В чем дело? Мистель объяснила Что армия Хочет соединиться С гильдией Этим вечером А, понятно А, Мистель Тебе не нужно Ничего верить Тита Ты собираешься сказать Что хочешь Часаться здесь С Агатом Чтобы позаботиться О нем, верно? А, ааа Ха-ха-ха Не доцениваешь меня И это Вылет Тебе боком Моя маленькая Тита Я могу Прочитать Твой разум Как открытую книгу С картинками Для этого Эти созданные Старшие сестры Не так ли? Ааа Ха Доверься нам, Тита Тита Ты можешь Сфокусироваться На том Чтобы помочь Агату Вылечиться Ладно Мы все понимаем Эстелли Вы, ребят Спасибо вам большое Ааа Не нужно Так сильно благодарить Листа Я хочу кое-что сказать И попросить тебя Кое о чем Когда Агат проснется Скажи ему То же самое Что вы сказали тебе Ладно А, вы имеете ввиду Вот эту Информацию Потому что Брасер и армия Будут работать вместе Да Еще я хочу Чтобы ты остановил Агата От попыток Делать что-нибудь Безрассудное Физически Если потребуется Ты не Я повелеваю тебе Не выпускать его Из этой кровати Пока он полностью Не излечится Поняла? Да Я постараюсь Эстелли Ребят Будьте осторожны Ладно Ну что же На этом мы Заканчиваем Наши Дела В деревне Ревеню И можем Отправляться Наконец-таки Обратно в город Хе-хей Почему бы и нет Собственно говоря Так Давайте посмотрим Мы рассказали Все Тите Есть что-то Еще Что нам нужно Сделать Ммм Да вроде бы Нет Если я Еще не упускаю Определенно Не упускаю Тоже идем Отравимся в город Пока темнота не наступила Хорошая идея Возможно Стоит вернуться Назад К Не так Возможно Мы услышим Сегодня информацию От генерала Так что Лучше поторопиться В гильдию Похоже что у вас Детишек Та еще Работенка была Впрочем Подумать только Что прошлое Агата Было таким ужасным К сожалению В этом есть смысл В некотором роде Теперь Когда услышал Это Кусочки Пазлов Стали для Вне виденную Картины Наконец-то Неудивительно Что Агат Чувствовал себя Таким образом В те дни Тогда В те дни Это было Десять лет назад Практически На следующий день После окончания Войны Агат Подошел К Дому мэра Что Почему Вы имеете ввиду К вашему дому Мейбл Да Он Вломился Внутрь Честно Со взглядом Убийцы В его глазах И встретился Лицом к лицу С моим отцом Мэром В то время Он потребовал Знать Почему Мэр Боуза Главный Ответственный За этот Регион Он потребовал Знать Почему Он Покинул Ревеню А В то время Я была лишь Ребенком И Меня это Очень задело Когда я видела Как он спорил С отцом По сути Без особой причины Так что Я Подошла И дала Его пощечину Ох Блин Теперь я понимаю Почему он не хочет Соминать об этом По крайней мере Да Впрочем Если честно Отец Так и никогда Не ответил На вопрос Агата Он сказал Что собирается Послать финансовую Помощь Чтобы Восстановить Деревню Агата Маша сестра Агата Погибла В той Войне Я Была Ужасно Несправедлива По отношению К нему Но Он Тоже Несколько Вроде Ответственен За это Потому что Он ничего Не говорил Вам не нужно Беспокоиться Об этом Мэр Мэйбл Ну Я думаю Да Как сильны Раны Агата Не переживайте Все не так плохо Я думаю Что Через два Может быть Три дня Он определенно Будет в порядке Будем благодарны За столь Малые Проявления Доброты По крайней мере Да Я рада Слышать Что все Не так серьезно Да Кстати Мэйбл Раз уж Речь дошла Об этом Как дела У Лилы Ну Ее Раны Обработали Но Она Так и не вышла Из комы Ох Я Как досадно Слышать Оу Нет Хм Как низко Со стороны Нашего Предположительно Львиносердого Злодея Милые Милые Девушки В полном расцвете Полудные Лили Это Сокровища Этого мира Которые Благодаря которому Он существует Я скажу Вам Я Передам Лили Ваша Слава Когда Она Проснется Ну Кстати Перейдем К хорошим Новостям Я Слыш Я рад Слушать Что Генерал Морган Пришел Вам На помощь Если Гильдия Армии Действительно Будут Работать Вместе Я Уверен Что Не Одна Сила В Мир Не Сможет В Состоять Ну Еще Ничего Не Решено Поэтому Мы Не Можем Делать Обещаний Но Между Мною Вами И Между Перецепционистом Мы Попробуем Все Это Уладить Гильдия Брасеров Филиал Боуза А Генерал Сэр Мы Ждали Вас И Вот Оно И Начинается Ну Посмотрим Как Хорошо Морган Может Справиться С С Гордыней А А Так Вот Какой План В таком Случа Понимаю Завтра В Порту Десять Утра Хорошо Я Достарею В том Что Передам Спасибо Вам Сэр Так Что Сказали Лунгрен Королевская Армия Собирается Высполнить План По захвату Дракона Завтра С использованием Авиакораблей Они говорят Что хотят Чтобы Вы были На одном из кораблей В качестве Наблюдателей Они собираются Использовать Корабли Оу Значит Мы Собираемся Сорваться С врагом В его стихии В таком случае И С помощью Элитарных Сил Пехоты Либерла Что ж Если мы Просто Наблюдатели То Мы В общем-то Вряд ли будем Что-либо делать Даже так Я все еще Благодарю За шанс Поближе Посмотреть На этого дракона И Возможно Что мы можем Чем-то помочь Если вдруг Армия Каким-то образом Провалится В таком случае Покой нам только Снится Значит Ну я только За Ну По крайней мере Хоть какой-то Цвет в конце Туннеля Мэйбл Мэйбл Вы в порядке? Да Все в порядке Вы Выглядели так Как будто Вы На грани Своих сил Мэр Должно быть Вы устали Но Я знаю Что только Сказал Эстейль Мэр Но Пожалуйста Не Перетруждайтесь Да Правда Не переживайте Я едва Не перетруждаюсь Во время Стодневной Войны Отец Делал все Что мог Чтобы защитить Болус Одно Время Он Даже Проводил Особо Опасные Переговоры Для того Чтобы Отвлечь Имперскую Армию По сравнению С тем Что сделал Он Это Пустяки Мэр Мэйбл Ох Мэйбл Эстейль И остальные Пожалуйста Позаботьтесь О всем Что происходит Пожалуйста Рассейте Страх Который Навис над Людьми Боза И Ревеню Да Доверьтесь Нам Женский Голос Девочки Голос Эй Агат Агат Послушай Ты ведь Ждешь Не дождешься Сво дня Рождения У меня Для тебя Есть Подарок И я уверен Что он Тебя Очень сильно Порадует Что то Что мне Понравится Да Ты хочешь Сделать Для меня Что-то Вкусненькое Что Нет Почему ты Подумал И думаешь Идея Когда Выпоминаю Подарок На день Рождения Подарками Должны быть Вещи Которые Ну Вечные Что-ли Знаешь Что-то Что ты Будешь Ценить Всегда Брат Так Думаешь Что-то Что Будет Длиться Всегда И Которое Я буду Ценить Может быть Это Охотничий Нош Что-то Такое Ты только Что получил Охотничий Нож От Старичной Деревни Дурачок Ответ Аксессуар Сделанный Собственно Ручным Мною И Он Еще Впрочем Еще Не готов Воу Слушай Аксессуар Аксессуар Я не девочка Знаешь ли Ну Слушай Ага Ты такой Скучный Даже Мальчики Надо Быть стильными И милыми Если у них Есть Какой-то Аксессуар Если У тебя Такое Есть Агат Туда Даже Палка Обмазанная Грязью Вроде Тебя Сможет Быть окружена Прекрасными Дамами Слушай Ну Отстань уже Ты Правда Не хочешь Его Ты же Всегда Заботился Обо мне И поэтому Я решил Чем-то Отплатить Тебе Я Очень Много Трудилась Над тем Чтобы сделать Его Но Если Это то Чего Ты совсем Не хочешь Слушай Сделай Такое Пожалуйста Не слишком Милым Или Броским Ладно Не переживай Он Простенький Но крутой И Я уверен Я обещаю Что он тебе Идеально Подойдет Агат Особенно С тех пор Как ты Особенно Учитывая То Что Ты Такой Высокий Да Это Будет Идеально Я Гарантирую Тебе Я Понял Я Понял Теперь Мне Прям Даже Любопытно Так Что Сделаю Хорошенько Ладно Ага Обязательно Эй Агат Что Такое Миша Я Просто Хотела Сказать Тебе Спасибо Большое Спасибо За то Что Ты Всегда Рядом Со Мною И Что Ты Мой Старший Брат Ау Был Слишком Яркий Свет Ш Сон Да Это Девочий Голос Да Так Должно Быть Неплохо Миша Ага Ох Лаидас Ты Проснулся И Вам Тоже Не Хворать Миша Спасибо Коротышка Как Твои Раны Ты В Порядке Да Ничего То Нет Нет Не двигайся Тебе Нужно Спать Твои Раны Еще Не Затянулись Слушай Ну Подобные вещи Это не то Что прям Что-то Большое И Страшное Они Хорошо Залечатся Даже если Я буду Игнорировать Нет Я Обещала Эстель Я Обещала Что Я никуда Не отпущу Тебе С кровати Пока Тебе Не станет Лучше Эй Нет 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 Я Понял Понял Уже Хватит Такой Шум Из-за Каких-то Царапин Черт Да уже Ночь А где Все Они Все Вернулись В город Не так Давно У них Был Какой-то Договор С генералом Морганом Как я Поняла Договор С Морганом Тита Передала Эстель Сообщение Агат Тита Передала Агату Сообщение Эстель Привет Максим А я Понял Значит Они Заставили Органы Двигаться Да Ну в таком Случае На данный момент Гилья Скорее Что-то Услышала От армии В таком Случае Черт Ну я же Просто не могу Такой взгляд Типа Не-не-не Ты никуда Сиди Не пойдешь Сиди Дома Останусь Здесь Я хотел Сказать Но С другой стороны Действительно Уже довольно Поздно Завтра утром Войдемся В боус Но Слушай Мне был Хороший Длительный Отдых Мне действительно Уже лучше Это действительно Просто царапина Они Залечатся Даже если я буду Усердно Работать Я в порядке Не переживай Ты точно уверен Что ты не Перетруждаешь себя Слушай Дай Опытную Брасеру Хоть немного Доверия Я Не настолько Чокнутый Чтобы Позволить Драконам Или сообществу Лизнуть Дважды Я Также Не могу Подвергать Тебе Опасности Суть в том Что Я верен Суть в том Что Я Уверен Что Мне Недостаточно Сил Для того Чтобы Испугать Мою Маленькую Сиделку Пугливую Маленькую Сиделку Даже Так что Доверься Мне Ладно Ох Хорошо Не Что Не Так Я Сказал Что Я Порядке Правда Клянусь Богиней Я Не Ругу Нет Дело Не В Этом Мне Так Легко Просто Так Так Слушай Коротышка Ну Спокойся Я Уже Все Понял Все Понял Простите Это Полагаю Ты Из-за Мне Сильно Перепугалась Да После То Как Я Психанул И Пошел Один Я Меня Сломало Как Ветку На ветру И Потом И Мне В Сражении В Котором У меня Не Было Ни Длинную Шанс На Победу А Затем Помимо Всего Этого Я Заставил Тебя Делать Эту Чокнутую Вещь Чтоб Ты Не Защищал Меня Да Гад Ты Дурачок Ай Не Не Могу Я Так Переживал И Я Увидел Как Тебя Ранили Да Да Ты Права Я Десят Ты Полный Идиот Изумительно Привет Еще раз Всем Кто Пришел Прошу Прощения Что Я Не Могу Отвечать Сразу Потому Что Я Повторяюсь Я Предпочитаю Во время Перевода Диалогов Не Отвечать На Ваше Сообщение Успокоилась Немного Да Угу Прости Я Не Хотел Так Расплакаться Ты Определенно Знаешь Как удивить Парня Знаешь Об этом Нет Это Мурашки По спине Хуже Чем Когда Я Соржался С этим Сереброволосым Идиотом Ах да Ага Ты Голоден Я Приголол Немножко Суп С тем Что Нам Оставила Старейшина А Так Вот Чем Так Вкусно Пахло Ну Давай Стоп Секунду Почему Кухня А Дайте Посмотреть Да Вы Ж Должно Быть Шутите Некоторые места Выглядят Насколько Иначе Но Так Но Все Гляд Так Как будто Было Как Тогда Здесь Даже Есть Что То Так Я Удивляю Что Она Выжила Ах Верно Я Наверное Не Не Выяснил Тебе Да Мой дом Сгорел Дотла Десять лет Назад В смысле Один из Тех Разрывных Снарядов От Имперцев Попал В дом Естественно Он сразу Загорелся И сгорел Дотла Прямо До самого Основания Я слышал От старейшины Деревни Что Я Я Я Я слышал Что Старейшина Деревни Настояла На то Чтобы Его Перестроили Но Я Не Думал Что Они Попытаются Установить Мебель И Декорации Так Как будто Все Было Так Как Так Так Как Все Выглядел Тогда Я Никогда Не Мог Доставить Себя Вернуться Сюда Полагаем Действительно Стоит Поблагодарить Их Учитывая То Сколько Они Сделали Так Значит Тогда Это Когда Миша Никаких Секретов Больше Нет Да Она Готовила Мне Подарок На день Рождения Это Был Аксессуар Сделан Ну Сделан Ее Руками Чтобы Ну Типа Я Выглядел Нашка Лучше Когда Мы Убежали В горы Она Вернулась В дом Чтобы Везобрать Его И Именно В тот Момент Снаряд Попал В дом Твою Ж Дивизию То Есть Это Просто Я Теперь Поним Почему Гад Себя Винил Боже Мой Боже Мой Это Ж Какая Травма Для Вы Поймите То есть Он Винит Себя За то Что Он Ее Не Задержал Он Винит Себя За то Что Она Хотела Сделать Ее Приятное Из-за Этого Погибла Твою Ж Дивизию Я Просто Не понимаю Как он С этим Ну То То Не могу Понять Как он С этим Жил Он Винит Себя В этом Не Винит В этом Имперцев Которые Попали Это Это Война От Этого Нельзя Затраховаться Он Мог Ее Встановить Вот Что В чем Проблема Почему Он Себя Винит Потому Что Он Не Может Пережить Ее Смерть Именно По Той Причине Что Он Считает Что Он Виноват Что Он Мог Ее Остановить И Что Это Из-за То Что Она Хотела Ему Отплатить За 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 И так Далее Вот Из-за Этого Вот Он Она Побежала В дом Чтобы Взять Ее Подарок И В общем В итоге Да Капец Просто Теперь Все Стало На свои Места Окончательно Когда Наконец Ты Вытащили Оттуда Она Была Довольно Сильно Обожжена Скажем Так И Даже После Всего Того Что Она Пережила Выстрадала У Ее Руках Был Зажат Этот Чёртов Подарок Металлические Часть Обгорели Просто Безнадёжно Но Камни Были В порядке Вот Взгляни Это Тот Самый Муллет Который Ноносит На верёвке У себя На груди Понятно Я почему-то Подумал Что Возможно Это Бандана Потому что Помните Когда Они с Титой Стейли Клоя Были В Руане В Зейсе В Горячих Исочниках Он Очень Агрессивно Отнёсся К тому Что Девчонки Спрашивали Чего Бандан Не снимать Я сейчас Подумал Что Возможно Подарком Была Бандана Именно Что Она Пыталась Смастерить Для него Но Видимо Это Всё-таки Не она А вот Этот Камушек Который Был На груди Всё Понятно Он Милый Это Даже Не Септи Они Вообще Ничего Не Стоят Просто Какие-то Симпатичные Камушки Возможно Что-то Что Она Нашла Рядом С Рекой Я Уже Потерял Счёт Тому Сколько Раз Я Спрашивал Всё Для Этого Всё Ради Этого Так Забавно Знаешь Я Даже Не могу Винить Её За Это Или Злиться На Её За Этого Я Никогда Не Хотел Чтобы Это Было Напоминанием О ней Когда Я Покинул Деревню Впрочем Это Была Единственная Вещь С которой Я Не Мог Расстаться Даже Когда Я Стал Вороном В Руане Довольно Жалко Для Головореза Не Так Ли Нет Вовсе Нет Нет Это Черт Возьми Действительно Жалко И До Тех Пор Пока Жила Память Об Этой Вещи Жива Была И Жив Был Мой Гнев Гнев Злость На Меня Самого Мой Гнев На Никчёмного Бесхребетного Сына Собаки Который Который Не Смог Даже Сохранить Собственную Сестру Но И Я Вкладывал Всю Эту Чёртову Ярость В Каждый Взмах Меча До тех пор Пока Я делал Это Я мог По крайней Мере Выглядеть Так Как будто Я В Порядке Наполовину Испечённый Человек Который Погряв Собственной Гневе И Ненависти К себе Не способны Двигаться Вперёд Всё Именно Так Как сказал Тот Ублёдок Агат Прочём Всё ещё Хуже Не так Я Просто Кусок Дерьма Который Бегает От Чего-то Что Причиня Тому Боль Я Это Та Вещь Которую Я Ненавижу Больше Всего Чёртов Лузер Пёс Который Бежит Поджавший Хвост Я Жалок Совершенно Абсолютно Жалок Агат Я Я Не Совсем Понимаю Как ты Чувствуешь Себя Агат Я Не думаю Что Я Действительно Могу попытаться Понять Из-за чего Ты чувствуешь Себя Таким Подавленным Но Я думаю Что Я Должна Кого-что Сказать С точки Зрения Миши Не Смей Смеяться Над Моим Старшим Братом Ты даже Не знаешь Что Делает Моу Старшего Брата Таким Хорошим Человеком Я Знаю Моего Брата Лучше Чем Кого-либо Еще Я Не Позволю Кому-то Говорить О нем Такие Плохие Вещи Даже Если Это Ты Сам Если Вам Плохо Обнимите Титул Универсальное Средство Я Знаю Что Возможно Я Не Миша Но Я Все Еще Знаю Что Много Хороших Крещей Тебе Агат И Даже Так Мне Грустно Слышать Что Ты Так Плохо Говоришь О Себе И Из-за Я Злюсь Потому Что Несмотря На То Что Не Семь Понимаю Что Ты Меш В В И И Блин Решил Меня Читать Да Прям Как Миша Ты Определенно Ведешься Как Уже Взрослая Девочка Коротышка Не Обращайся Со Мною Как С Ребенком Я Просто Мне Очень Грустно И Я Очень Злюсь Грустно Грустно И Грустно И Злая Да Я И Даже Не Мог Подумать Что О Себе Хорошего Да Ты Ты Попала Точно В Яблочко А Спасибо Тита Ты Правда Помогла Мне Понять Это Гад Нет Смысла Пытаться Судить О Себе Когда То Что Когда Ты Видишь Себя Только С Собственной Стороны И Зажатый В Этим В Этим Усколовом Взгляде Все Что Ты Можешь Делать Это Просто Продолжать Идти Злоба Грусть Все Это Бесполезно Нужно Просто Идти Вперед Пока Ты Не Дадешь Ответ Может Быть Тогда Может Тогда Я наконец-то Пойму Почему Я Держусь За Эту Вещь Так Долго